Как говорят, лучшая тренировка это соревнования. Это еще одна возможность проверить свою форму, стрельбу, психологическое состояние и так далее. Это всегда нужно. Плюс, конечно, то, что соревнования проходят дома, это тоже, скажем так, обязывает стартовать. Ну и в-третьих, еще когда я был намного меньше, по юношам бегал, и тогда сборная абсолютно игнорировала чемпионаты Украины. Я был очень против этого, потому что даже у тех молодых спортсменов не было шансов себя проявить на фоне сборной, потому что они просто не появлялись в Украине. Поэтому сейчас я стараюсь не пропускать чемпионат, если есть такая возможность, если это не мешает подготовке, приехать сюда и дать возможность молодым показать, на что они способны, насколько они сильны сейчас и насколько они к нам приблизились. Саня Морьев довольно долго держался за мной, не отставал, и на каждый мой ноль он отвечал тоже нолем, и я уже начинал переживать. На первой же строке его не хватило, я уже доработал там нормально. Нет, конечно, до чемпионата мира мы не дотянем, это 100%, но, допустим, до уровня такого международного уже чемпионат Украины доходил, когда приглашали белорусов в Тисовец. В данный момент белорусам сюда приехать еще было бы легче, это 100 километров до Беларуси, и я думаю, и другие страны можно какие-то подтягивать, уже Польшу, например, или еще что-то. То есть создать какой-то уровень и сделать соревнования международные можно очень легко. Нужно только желание нашей работников федерации. На самом деле прошел довольно тяжелый сбор, 20 с лишним дней, практически все они у меня были без дня отдыха нормально, потому что как был день отдыха, у нас переезд какой-то, то есть абсолютно уже, наверное, где-то 26-й день я отдыхаю, ну, именно полностью. Мне понятно, что были более спокойные дни, более спокойные тренировки, но конкретно отдыха не было, сейчас я чувствую вот эти старты так довольно тяжело, такая слабость небольшая, и, скажем, хотелось бы лучше, и было лучше, но это хорошо. Как раз вот сейчас есть небольшое время, чтобы передохнуть перед началом сезона и вернуть свои кондиции, которые были в начале лета. Все впахивали, просто так план был построен, у нас было во время этого сбора и три переезда, поэтому и делать еще конкретно какой-то день отдыха просто, ну, никак не вписывалось в план, а так что работают все, не один я. Тяжелая история, в прямом смысле тяжелая, потому что приклад старый мой очень тяжелый, и решил его поменять на более легкий, потому что... Сейчас тенденция к полному облегчению и как можно легче, поэтому решил я пока к этому стремиться. Следующий сбор у нас неделя в Рамзау, это катание на снегу. Мы сейчас приехали с Оберхофа, катались в туннеле, так что можно сказать, с лыжи обратно на роллер и сразу старт. Может, поэтому тоже тяжесть объясняется этим. Следующий сбор у Рамзау, катаемся на лыжах, также продолжаем роллер и кросс. И потом, насколько я знаю, планируется еще неделя такого легких тренировок, даже больше отдыха в берегах, восстановления, подтянуть у кого какие травмы, подлечить, и уже будем готовиться к длительному отъезду в Канаду. С условиями тут грех жаловаться, у нас все сборы проходят отлично, все, скажем, всем обеспечены, жаловаться нам в сборной 100% на самом деле нечего. Относительно себя, у меня сейчас немного воспалились старые травмы, сейчас стараюсь их залечить, пока есть время, да. Ну, пока не так успешно, как хотелось бы. Ну, стрельба на самом деле в последние дни не сильно радовала, я переживал на самом деле насчет чемпионата, как тут все пройдет, но как оказалось, все нормально. То есть, я успокоился и работаю так, как умею. В том сезоне я очень хотел пробежать все этапы, все 10 этапов, ну, 9 и чемпионат мира, и попробовать, как я это смогу выдержать. И тот сезон показал, что все-таки, наверное, не стоит такого делать. И так как за Кубок мира вообще пока не борюсь, и я думаю, стоит пропускать некоторые. На данный момент, я думаю, что лучше всего, скажем, эффектнее всего, эффективнее будет, если я пропущу этап в Руполдинге. Да, да, то есть это будет хорошо. Можно будет поехать в горы, подготовиться, потом пробежать в Анхольце, и там пару недель остается до чемпионата мира подтянуть оставшиеся. Я думаю, это будет самый лучший вариант. Но пока с тренерами это не обсуждали, на самом деле, и будет видно это по ходу сезона. Ну, пока хотелось бы так. Последние два сезона были такие, скажем, местами успешные, местами провальные. Все-таки хотелось бы вернуть свою стабильность, но при этом не потерять в качестве результата. И в первую очередь, конечно, надо подтягивать стрельбу, и тогда подтянется сразу и ход, и все за ним. Ну, относительно психологического состояния, в принципе, боевая готовность, скажем так. Уже немного скучаешь, особенно первые тренировки пошли на лыжах, и уже хочется бежать, ускоряться, пробовать себя и так далее. Продолжение следует...